Картофель заранее отварила в подсоленной воде. Теперь нарезаю крупными кусочками. Теперь заливаю горячим мясным бульоном, можно и овощным. У меня бульон из кубиков. Если хотите, конечно, можно приготовить и самим. Красный лук разрезаю на 4 части и тоненько нарезаю. Добавляю 3 столовые ложки яблочного уксуса, можно и виноградного. 3-4 столовые ложки масла, у меня оливковое, подходит и подсолнечное. Перец и соль добавляю по вкусу, пол чайной ложки горчицы и щепотка сахара. Теперь надо все хорошо перемешать. Друзья, посмотрите, какой необычный салат можно приготовить из совершенно простых продуктов. Будем рады вашей подписке, лайком и комментарием. Теперь лук добавляю к картофелю, хорошо перемешиваю. Мелко нарезаю зеленый лук и укроп. Для украшения возьму редис. Этот простой картофельный салат – абсолютный фаворит среди австрийских салатов. Прекрасно подходит как гарнир к мясным блюдам. Друзья, напишите, пожалуйста, вы пробовали что-то подобное? Мы продолжаем гастрономическое путешествие по всему миру и сегодня мы в Австрии. И готовим два самых популярных австрийских салата. Подключайтесь к нам, путешествуйте с нами и готовьте с нами. Приготовим второй салат. Яйца отварила заранее, теперь их надо мелко порезать. Репчатый лук тоже мелко нарезаю. В оригинальном рецепте в салат добавляют корнишоны. Я, конечно, так и сделаю, но в принципе подойдут и стандартные консервированные огурчики. Пикантность придадут каперсы. Крупные надо обязательно порезать, а мелкие добавьте целиком. Если каперсы не пришлись вам по вкусу, надо вместо них добавить больше огурчиков. И нежный вкус салату придаст творог, у меня 5%. И, конечно же, заправка для салата. Пару столовых ложек майонеза. Горькой горчицы пол чайной ложки. Две столовые ложки сока лимона. Соль и перец добавляю по вкусу. А чеснок придаст прекрасный аромат. Один-два зубчика будет достаточно. Хорошо перемешиваю соус до однородной массы и добавляю в салат. Этот салат-намазка настоящий деликатес, один из самых популярных в Австрии. Можно кушать как салат, а можно красиво подать в виде мини-бутербродиков, украсив зеленью. Также оригинально будет смотреться и в песочных корзиночках. Друзья, надеюсь, вам нравятся наши кулинарные путешествия. И эти два салата украсят ваш стол. Делитесь, пожалуйста, нашими видеорецептами со своими друзьями. Ну что, друзья, давайте скорее попробуем, что у нас получилось. Сегодня у нас два необычных, но самых популярных в Австрии салата. Мне почему-то хочется попробовать сначала с яичного салата. Корнюшоны, каперсы, очень интересно. Необычно. Знаете, такие слегка соленые. И вот из-за того, что там есть горчица, дает какую остринку. Очень здорово. Мне кажется, что это просто идеальная закуска. И вообще вполне подходит на любой праздничный стол. Можно делать такую закуску вот с такими бутербродиками, как мы сделали. Сейчас посмотрим, что же у нас тут с картошкой. Картошка в рассоле, можно, в общем-то сказать, промариновалась уже все. Так. Необычно. Необычно, интересно. Мне нравится. Прекрасный маринад. Бульон. Специи. Здорово. Вы знаете, мне кажется, такой картофель подойдет для семейного ужина. И, кстати, будет гармонично смотреться с гриль-колбасками, которые мы с вами делали. В предыдущем видео ссылочку мы оставим внизу под видео, чтобы вы нашли. Ну, что я могу сказать. Обязательно подключайтесь к нашему каналу. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Путешествуйте с нами. Готовьте с нами. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу. И приятного вам аппетита. Прошу к столу.